Подружки, привет! Добро пожаловать на наш канал! Мы, наконец-то, возвращаемся с нашего отпуска, ну, по крайней мере, на YouTube. С точки зрения локации, мы до сих пор принудительно находимся в Риге, поскольку нет никакой информации по поводу того, когда мы сможем с ребенком вернуться в Санкт-Петербург, но вопросом этим занимаюсь, поэтому по очереди буду сегодня вам показывать, рассказывать, как же наши дела, чем мы занимались последние месяцы, что же у нас сегодня, что у нас сегодня, сегодня сентябрь уже начался, ну, и, в общем, будем показывать, рассказывать, что у нас новенького и чем же мы в такое осеннее время здесь занимаемся. Но сначала скажи, подружки, привет! Давай, беги, котенок. Первое, самое важное, что нужно отметить, мой сын ходит, бегает уже вовсю, буквально, я не знаю, сколько получается, немного больше месяца он уже ходит, ровно 13 июля он встал, и вот уже какой-то месяц он тут уже бегает вовсю. Здесь у нас, конечно же, бардак, просто потому, что я сегодня утром начала сливать воду с нашего бассейна, который, понятное дело, такой грязненький. Его сегодня нужно обязательно почистить, все помыть и отправить уже на зимовку. Да, котенок? Тут он уже приступил к проверке всех наших шлангов, насосов и так далее. Эй, котенок, ну что? Шланги все работают, все нормально? Можем убирать? Да? Ой, чем мы только тут не занимаемся. Так, что у нас здесь? Значит, в саду у нас наша песочница стоит на своем месте. И, кстати говоря, я дико рада, что все-таки ее для ребенка купила, поскольку песочницей мы пользовались все время, что были здесь очень-очень активно. И ребенок игрался и занимался ей по назначению. Он не наливал туда воды, песок не тащил в бассейн, и, в общем, все это дело работало нормально. Здесь у нас наш детский бассейн один, детский бассейн второй, третий. Короче, куча игрушек, которые все нужно намыть. Последнюю недельку у нас была такая пасмурная погода, поэтому все это грязное, все это тут настоялось. Под яблоней все стоит, и листья падают, яблоки падают. Короче, моя задача сейчас все это свернуть. Так же... Эй, Бубик, ты что там делаешь? Мы купили наши первые резиновые сапоги. Вчера посылочка пришла, сапожки. Так, подожди, у тебя на лбу комар, его нужно удалить. Сапожки немного большеваты, поскольку в Риге большая проблема найти резиновые сапоги 21 размера. Ну, 21 я имею в виду российский. Я купила европейский 22-23, но это получается то же самое, что российский 21-22, наверное. Бегает он в них достаточно комфортно, удобно, уверенно. Купила обычные резиновые сапоги без внутренней такой прокладки, или как она называется? Ну, когда вот резиновый сапожик, он тепленький, который можно носить там до минус 15, в общем, купила пока обычные. То есть там внутри стелька, и будет бегать он вот в такое теплое время. Просто потому что сейчас, когда осень, и трава в России, она мокрая, чтобы ребенок сухими ножками мог бегать и играть. Это единственная цель. Заказала те, которые по размеру местные были, это какие-то польские. Но, в общем, в целом они хорошие, мягкие, удобные, ребенок он носится. То есть они не слишком низкие, не слишком высокие, нормально. Также сегодня уже надели нашу курточку. Еще у нас планируются теплые дни, и бабье лето также впереди. Но пока прохладненько, мы уже в курточке. Ну что, ты маме будешь помогать? Из наших навыков. Что у нас новенького? Значит, мы ходим. Рэм с удовольствием собирает яблоки. Те, кто за нами следят в нашем инстаграме, Мы уже сто раз видели, как он по утрам или в течение дня бежит за своим ведерком и собирает с мамой яблоки. Очень любит бегать, хлопать в ладоши, пугать птиц, чтобы они взлетали. Это для него очень-очень веселая затея. Ну и, в принципе, здесь каждый уголок нашего сада, нашей территории, для него вот прям настоящее открытие, и очень много всего интересного. Милки обожают бабушкины цветы, и при каждой возможности лезет к цветам. Рэми, ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Нельзя цветочки. Ну-ну-ну. Что ты с цветочками будешь этими делать? Нюхать? Ну, иди понюхай, но без ручек давай. Иди понюхай. Ах, да? Ага. И, в общем, он знает, что цветы можно только нюхать. И хитроумно пытается маму и бабушку наколоть. То есть сначала он подходит, типа, я только понюхаю, а потом шаловливые ручки берут этот цветок и просто вырывают. Так, а где у нас твои любимые цветы? Давай пойдем посмотрим. Где у нас эта стыдливая наша, или как ее называется? Мимоза. Пойдем посмотрим. Вот, иди сюда. Мимоза стыдливая. Да, которая сразу, упс, вот, ручкой делаем, сразу закрывается. О, ай-яй, ай-яй, не кусайся, мимоза. Ктик. Ну, смотри, котенок. Все сразу закрывается, она от нас прячется. Да? Вот это наш любимый цветочек. Опа. Смотри, котенок. Гладим и закрывается сразу. О, и все закрывается. Она нас боится и стыдится, да? Стесняется вот так вот. Смотри, котенок. Опс. Все. Закрыла листики свои. Уснула. Ну, в общем, это наш любимый цветок, который нам тут интерактив устраивает. Так, укроп нам не надо. Пойдем, пойдем, пойдем. И что очень круто, за все лето он ни разу не лез в пруд. То есть он знает, что туда нельзя. Укроп вкусный? Также мы болтаем. У нас тут прям постоянные диалоги. Знает, как сказать кошечка. Когда говоришь кошку, он говорит мяу. Дэ не знает. Рэми. Эй, малыш. Что мама сказала? А-а-а, Рэм. Ну, в общем. Не волнуй человека, что сказала мама. Для более холодной погоды я купила ребенку коврик, который я стелю на асфальт, поскольку он любит тут в течение дня и утром особенно сидеть и играть. Поэтому я решила вот такой коврик взять. Самый-самый простой. В обычном магазине, продуктовом, большом супермаркете. Ну, типа ленты купила. И здесь два вида. Один просто с большими цифрами, а второй вот такие тут. Циферка и какие-то фигурки. То есть здесь тоже можно с ребенком играть. Ну вот, давай, котенок, давай попробуем достать. Вот, фигурки твои. Вот, на. Держи. Вот, смотри. Ну, в общем, ежедневно очень классная штука. Во-первых, на ней теплее. Понятное дело, что свой портативный фанилон мы не приперли сюда, поэтому здесь пришлось покупать такой местный вариант. Тем более, что тот нужен в Санкт-Петербурге, когда мы выезжаем в какие-то парки, там, на пляж и так далее. Ну, и здесь очень здорово, что ты можешь вот этими пазликами с ребенком играть и помогать ему их доставать, помещать обратно, да, вот так вот поворачивай, вот так вот, опа. Ребенку интересно, ну, и комфортное тепло на асфальте, которое уже становится холоднее. И плюс ко всему его очень легко мыть. Просто поливаю его из шланга, либо лейкой, и спокойненько там щеткой пройдусь, или тряпочкой, и дело все чисто. И ребенок может спокойно себе играть, и я не волнуюсь за то, что он там заляпает или еще что-то. Абсолютно нет. Такая уличная прям история. Единственная грустная история нашего лета, это то, что не стало нашей прады. Опять же, кто в Инстаграме за мной следит, вы знаете, что несколько дней я провела с ней в ветеринарных клиниках, чтобы выяснить, что с собакой не так, выяснили, что у нее опухоль. Причем опухоль уже в нескольких органах. Все это дело распространилось, и спасти ее, к сожалению, невозможно. То есть даже если бы мы приняли решение о химиотерапии, то речь была бы просто о том, чтобы продлить жизнь собаки, просто дать ей немного времени, и то это время было бы к еженедельной поездке в клинику, анализы, та же самая терапия и так далее, и так далее. В общем, мучительная история, которая ей уж точно не нужна. Поэтому, к сожалению, у нашей собаки не стало. Мы с ней попрощались, и остались мы только с нашей маленькой Пелли, с нашим маленьким хищником. Да, котенок? Который сейчас главная подруга Рэма в нашем доме. Так, у Рэма здесь еще целый грузовик игрушек. Его используем мы как место для хранения. Плюс к всему также ребенок в нем тоже катается, ну или точнее сказать, мне приходится его активно в нем катать. Так что такая мультифункциональная штука для наших этих развлекалок. Да? Ну вот, ежедневно происходит так. Так, конечно. Выгружаем. Ага. Окей. Короче, выгружаем наш грузовик, дабы легче было им управлять, и все, ребенок несется по своим делам. Уже прекрасно научился им маневрировать, поворачивать. И круто-круто носится. Так интересно, что когда мы уезжали, Рэм не ходил, только ползал, и Арс его реально вот таким вот бегущим, прям активным человеком не видел еще. Я все жду нашу встречу. Мне кажется, она будет очень крутой, очень эмоциональной, поскольку Арс действительно с огромным удовольствием будет смотреть на ребенка, изучать все его новые умелки, в общем, знакомиться с ним заново. Это очень здорово. Да, котенок? Ну да. Ну и, конечно же, когда у человека что-то не получается, мы начинаем орать, визжать, чтобы мать шла на помощь. Ну нет, котенок, нет. Тебе нужно повернуть тогда. Вот так вот, поворачивай. Ну а зачем тебе? Ну окей. Зачем? Тупой вопрос. А-а-а, я понял, в чем дело. Под грузовиком у тебя штуковина. Вот так вот давай поднимай. Теперь ты можешь ехать. Для безопасности ребенка мы закрываем, понятное дело, вот эту калитку. Если мы не идем в сад, сейчас ее открою, вдруг он захочет туда побежать. И сюда я тоже поставила вот такую сетку, чтобы он не проходил и не бежал за дом. Понятное дело, по большому счету, это когда Прада у нас была, просто чтобы он в какой-то момент не побежал и не полез к ней, не раздражал ее своим дерганием за хвост и так далее. Пока мы эти сеточки оставляем и всегда знаем, где находится ребенок. Многие подруги мне писали о том, что вот, ребенок начал гулять, ходить. Сейчас у тебя будет спорт. Ну, что я могу сказать? На самом деле, чуть-чуть активнее, конечно же, мой день проходит, но в то же самое время я не могу сказать, что он как-то сильно, сильно больше заставляет меня бегать, потому что ползал он тоже, как торпеда. Сейчас просто для него стало более доступно. Вот все, что у нас тут есть, тут у нас лесок, мини-лесок, и он, в общем, залазит везде. Но я ему и позволяю. То есть я его не дергаю. Мы об этом уже очень много раз говорили, о свободе ребенка на природе, в играх и в его изучении мира. В общем, мы придерживаемся этой тактики. Единственное, что, естественно, когда звучит мой рэмми ну-ну-ну, это когда он делает что-то, что может быть для него опасным. Понятное дело, в течение дня сто миллионов раз. Но вот когда он вот так вот играет, то я его и пускаю. У нас, кстати, пару дней назад был первый укус какого-то адского шершня. Он залез как раз в этот грузовик и сидел в игрушках. Рэм его схватил, и этот шершень его укусил в палец ручки, в средний палец и оставил там жало. Палец опух мгновенно. Я тут же его обработала, тут же дала ребенку антингистамины. В общем, следила за тем, чтобы не было какой-то системной там аллергической реакции, в случае которой нужно было бы вызывать скорую. В общем, это было бы намного более серьезно, чем просто, когда палец опухает. Но, слава богу, все обошлось, и ничего серьезного не было, никаких последствий. Да, котенок? В общем, первую свою проверку, первый такой серьезный большой укус он прошел. Давай, беги в грузовичок. Да-да-да, давай, беги в грузовичок. Так, ребенок сидит, и вот так мы с ним катаемся. Очень любит самолеты, кстати говоря. Каждый раз, когда пролетает самолет в небе, он на него там сильно пялится. И с большим удивлением мне показывает и обращает мое внимание на это. Ровно как и на птице, в общем, очень много, что ему нравится, и все, что ему нравится, все, что он распознает, он это называет деда. Вот, то есть, неважно, мама, папа, кошка, собака, самолет, птицы, там, Прада, Пеля, бабушка. И каждый день он мне по 10 раз пальцем показывает и говорит, о, деда. Также за все два месяца нашего нахождения здесь мы два раза уже были у доктора и оба раза у нас были прививки. Сейчас у нас осталась еще одна дифтерия, ее мы будем делать в октябре. К ней мы добавим еще прививку от гриппа, поскольку на фоне ковида это, в принципе, сейчас становится очень актуальным, так как риск заражения очень-очень высокий, особенно если мы вернемся в Санкт-Петербург, там до сих пор очень все это плохо. И взаимодействие с двух этих болезней одной и с другой это очень-очень-очень серьезно, так как организм ослабляется и нужно позаботиться о том, чтобы ребенок не болел. Ну, максимально, насколько это возможно. Поэтому мы будем делать еще эту прививку. Ну, а с тех визитов, на которые мы были, мы узнали о том, что мы здоровы, 84 сантиметра рост, 11,5 килограмм. Также прошли осмотры офтальмолога, со зрением все хорошо, и во вторник следующий у нас еще будет визит к хирургу. Так что, в общем, в целом мы прям цветем и пахнем, и все у нас реально очень-очень круто. Каждый день учим английский, занимаемся карточками, читаем книги, разные у нас новые игрушки появились. Ну, в общем, это все буду показывать, вам рассказывать в следующих наших выпусках, потому что информации действительно много, и много чего у нас тут накопилось за время, нашего отпуска. Ну, а пока буду с вами прощаться, думаю, для первого выпуска информации очень много мы дали, у нас тут как раз-таки начинает капать дождик, мы, наверное, пойдем уже с котенком домой, будем перекусывать и отправляться на свой дневной сон. Но в следующий раз буду дальше рассказывать, как же мы тут поживаем, как мы едим, как мы спим, какой у нас режим. В общем, будем с вами возвращаться к нашим еженедельным выпускам и будем вас осведомлять по поводу всего, что у нас тут происходит и чем же мы занимаемся. И также не забывайте, что мы с котеночком есть на инстаграме, заходите к нам, здесь оставлю ссылку на наш профиль. Все, подруги, дождик уже очень серьезно капает, нам еще нужно убрать игрушки, мы побежали домой. На этом сегодня все, пока. Эй! Ну? Чего? Да, это мамин капюшон. Пока.